АНТИКОРУПЦИИ Сегодня Алматинская область с рабочим визитом посетил министр экологии, геологии и природных ресурсов. Республики Казахстан Макзум Мирзагалиев. Одна из целей ознакомиться с реализацией проектов водной отрасли в текущем году в рамках дорожной карты занятости будет проведена реконструкция плотин в четырех районах края ЖТСУ в городе Талдыкурган в Коксусском, Каратальском и Панфиловском районах. Общая площадь орошаемых ими земель составляет около 60 тысяч гектаров. Ремонтные работы на объектах водоснабжения позволят почти 2,5 тысячам крестьянских хозяйств иметь гарантированное водообеспечение. По словам Макзума Мирзагалиева, потенциал Алматинской области по вводу новых орошаемых земель и строительству водохранилищ большой, в связи с чем министерство будет уделять ЖТСУскому краю особое внимание. В Алматинской области сегодня по линии гидротехнических сооружений, по линии возведения новых объектов и ввода в оборот новых орошаемых земель мы сегодня введем проект на общую сумму порядка 32 миллиардов тенге. И благодаря своевременному финансированию будет введено в эксплуатацию в Алматинской области в ближайшие 2-3 года порядка 30 тысяч гектар орошаемых земель, на которых, соответственно, естественно, будет производиться вся необходимая плодовочная продукция. Теперь заместители руководства областных управлений и заместители Акимов района будут назначать на должность Единая конкурсная комиссия областного значения. Ранее это проводилось на местном уровне. Как стало известно в ходе брифинга на информационной площадке ЖТСУ Медиа, в правилах поступления на государственную службу произошли значительные изменения. Основные из них коснулись проведения конкурса на занятия должности корпуса БЭК. К примеру, по новому нормативному акту минимальный состав членов конкурсной комиссии уменьшился с 5 до 3 человек. Вместе с тем, документы кандидата на соответствие квалификационным требованиям теперь будет рассматривать служба управления персоналом, а не члены комиссии. Сам же участник конкурса все происходящее может фиксировать посредством аудиозаписи. По словам руководства департамента АДГС по Алматинской области, в целях прозрачности и предотвращения коррупционных деяний внедрен еще один важный пункт. При проведении собеседования с кандидатами на отбор на государственную службу могут в качестве наблюдателей участвовать просто граждане Республики Казахстан. Если раньше по требованию было, эти представители должны быть обязательно представители общественности, средств массовой информации, либо неправительственной организации, то сейчас могут принимать участие любой гражданин Республики Казахстан, который за два часа до собеседования должен подойти в кадровую службу, показать свое удостоверение личности и может принять участие в качестве наблюдателя. Но он не должен мешать ходу действия собеседования. Продолжение следует... Наталья Мирошникова уже третий день обивает пороги уголка самообслуживания, расположенного во фронт-офисе Акимата города Талдукурган. По словам женщины, она могла бы не тратить свое драгоценное время на посещение данного пункта и попросту не создавать очередь, если механизм работы специалистов был четко слаженным. Оказывается, я могу это все через чат, через бот сделать, а я хожу и по часу здесь сижу. И почему нет консультантов, которые могут на входе это все проконсультировать, спросить, для чего вы сюда пришли, объяснить, что вы можете в телефоне, потому что первый раз, когда я пришла, мне вообще сказали, что только через компьютер я могу зарегистрироваться. Как выяснилось, более 25 услуг можно получить без наличия электронной цифровой подписи и без посещения секторов самообслуживания посредством приложения «Телеграм-бот». Это справка о наличии или отсутствии судимости, прикреплении к медицинской организации, вызов врача на дом, бронирование очереди в ЦОН и многие другие. Нужно только сделать несколько несложных шагов. С помощью виртуального ассистента через свой мобильный телефон необходимо зарегистрироваться в базе мобильных граждан. Для этого нужно зайти на портал ЕГОВ и нажать кнопку «Виртуальный ассистент». И вы автоматически соединитесь с реальными людьми, которые помогут вам и ответят на все интересующиеся вопросы по получаемым услугам. Как показала практика новой концепции, простой народ еще недостаточно осведомлен. Свидетельством тому является большая очередь, образовавшаяся в точках оказания консультации населению. Если одни пришли сюда действительно по необходимости, то другим нужна была лишь справка с наркологической организацией, которую можно получить через мобильное приложение. В целом из числа функционирующих уголков самообслуживания по городу функционирует всего 8 точек. Если элементарно проявить арифметику, при 170-тысячном населении это очень мизерное количество уголков самообслуживания. Поэтому мы рекомендуем незамедлительно увеличить точки доступа, определить наиболее сконцентрацию жителей по микрорайонам, рассмотреть возможность открытия уголков самообслуживания в спальных районах. В результате мониторинга, пообщавшись с горожанами и услышав их проблемы, члены межведомственной рабочей группы по вопросам оказания госуслуг при департаменте АДГС Палматинской области, обязались в срочном порядке выдвинуть городскому акимату ряд конкретных мер по улучшению данной ситуации. Жители Алматинской области недовольны качеством отрезка трассы Саразек-Коктал. В частности, речь идет о двух участках в Кирбулахском районе общей протяженностью 37 километров. Буквально два года назад оба они проходили средний ремонт, но уже сейчас асфальт сыплется буквально на глазах, а в некоторых местах его и вовсе нет. Данная проблема заинтересовала сотрудников региональной антикоррупционной службы. Разобраться в ситуации вместе со специалистами попытался и наш корреспондент Ануар Амангельдинов. Объездная дорога через поселок Саразек. Ее протяженность 7 километров. Два года назад подрядная компания ТО «Обереке» здесь положила новый асфальт, но сейчас от него не осталось и следа. Причину выясняют специалисты Национального центра качества. В ходе обследования дорожного полотна эксперты обнаружили ряд недочетов. Произведен средний ремонт без устройства основания. Неправильно назначен ремонт, в связи с чем на покрытии наблюдаются пучинистые места, дефекты в виде трещин. Также основное разрушение дорожного покрытия производит перегруженный автотранспорт. Разрушается асфальт и на 30 километрах трассы Саразек-Коктал. Здесь также два года назад проводился ремонт тем же подрядчикам. Водители жалуются, что такое состояние грозит аварийными ситуациями и частым ремонтом авто. Дорога плохая. Особенно плох участок в 17 километров. На этой дороге у меня взорвалась задняя покрышка, чтобы добраться с одного населенного пункта до другого столько времени уходит. Из-за того, что дорога плохая, еду очень тихо. Максимум могу довести скорость до 40 километров в час. Чтобы узнать причины, сотрудники антикоррупционной службы обратились к заказчику. По телефону они связались с заместителем директора областного филиала «Казавтожол» Куанышем Ескендировым. Когда на момент строительства и ремонта этой дороги, дорога была нормальная. Потом они в конце года ее не сдали. Они нам предоставили обязательство, что они на следующий год, когда благоприятные погодные условия будут, они закончат. Они на следующий год тоже не закончили. Теперь вопрос. А зачем тогда деньги в 95% им перечислили? Ну, фактически работа же была сделана. Ну, если качества не было, зачем перечислять? Полгода работы, а 95% вы говорите сами. Мы смотрим качество, как мы смотрим. Качество проверяет центр качества, правильно? В свою очередь представители национального центра качества не согласны с обвинениями заказчика. Сотрудники организации заявляют, что о всех недоработках предупреждали компанию «Казавтожол». Во время строительства нами отбирались пробы, наши сотрудники выезжали и отбирали пробы 12 раз. И пробы мы выдавали отрицательные результаты, где коэффициент уплотнения водонасыщения смеси не соответствовал требованиям нормативного документа. По данным региональной антикоррупционной службы, на ремонт 30 километров трассы Сар-Эзе-Коктал было выделено более 560 миллионов тенге. А укладка асфальта на объездной дороге обошлась свыше 160 миллионов тенге. Почему бюджетные средства использовались ненадлежащим образом и кто стал тому виной, разберутся сотрудники антикоррупционной службы. В рамках этого мониторинга мы материалы антикоррупционной службы Алматинской области передали нашим оперативно-следственным подразделениям. В последующем со стороны наших оперативников будут проводиться дополнительные, назначаться судебно-строительные экспертизы. И направлены письма в департамент государственного госаудита для получения заключения. В последующем в случае получения подтверждения на некачество будут возбуждаться уголовные дела. И в рамках доследственных мероприятий будут проводиться допросы и другие следственные мероприятия. Продолжаем выпуск «Караван добра». Пострадавшим от наводения мактаральцам продолжает поступать благотворительная помощь. Активное участие принимают и этнокультурные центры Алматинской области. Первые партии груза с продуктами и средствами первой необходимости были отправлены из Ильийского и Карасайского районов. Свою лепту внес и Талдыкурганский филиал Уйгурского этнокультурного центра. 140 пострадавших семей получат продуктовые корзины. Это уже третья по счету благотворительная помощь Уйгурского центра. На своем примере его представители призывают всех неравнодушных граждан протянуть руку помощи мактаральцам. Подобные акции говорят о единстве и сплоченности казахстанского общества, считают и ее организаторы. Сегодня мы провожаем груз из Талдыкургана от представителей Уйгурского и Корейского этнокультурных центров. В рамках акции Безбергем закуплено 8 тонн продуктов питания – рожки, мука, сахар и другое на сумму более 3 миллионов тенге. Продуктовые корзины будут доставлены 140 пострадавшим семьям. Также члены ассамблеи перевели денежные средства на счет фонда помощи мактаральцам. В связи с наводнением в Мактаральцском районе Туркестанской области, как всегда, Казахстан показал свою сплоченность. Например, 12 мая Ассамблея народа Казахстана из города Алматы была отправлена большая колонна, где участвовало 16 фур. Было отправлено 180 тонн гуманитарной помощи. Участвовали такие центры, как узбекский, иугурский, дунганский, турецкий и остальные. То есть важность этих мероприятий, конечно, стоит в приоритете у Ассамблеи народа Казахстана. Потому что именно в таких случаях мы показываем свою сплоченность и единство. Защита налицо. Медицинскими масками собственного производства теперь будут пользоваться жители Талды Кургана. В областном центре открылся еще один цех по производству трехслойных масок. В день их будут выпускать до 8 тысяч штук. Миницех работает на базе общественного объединения «Алпамыс», рассказывает Дамир Анитов. Открытие мини-цеха – большая радость для 20 безработных талды Курганцев. В связи с карантином многие из них остались без работы. В основном это представители социально уязвимых слоев населения, многодетные и малоимущие семьи, а также те, кто воспитывают детей инвалидов. Работа несложная. Необходимо лишь базовое знание в шите. В принципе работа несложная. Шить на машинке любая женщина должна уметь. Хочу сказать спасибо таким людям, которые создали нам эти условия, чтобы мы могли заработать. Потому что как бы с нашими детьми сильно не заработаешь, и другой организм куда-то нас не возьмут. Там свой график. А здесь мы, и дети при нас помогают, они тоже учатся. И мы заработаем себе. Для рабочих созданы все условия. Новенькие швейные машины, необходимый материал и бесплатный обед. Заработная плата – 42 500 тенге. На начальных этапах здесь выпускают около 1000 масок. Ожидаемая производительность – 8000 масок. Вся продукция по сниженной цене будет реализовываться через городскую аптечную сеть. Работают здесь соблюдением всех санитарных норм – маски и социальное дистанцирование. Создание вот этого цеха, открытие этого цеха сейчас наиболее актуально, когда в период карантина многие люди остались без работы. И возросла потребность в медицинских масках. Поэтому мы очень благодарим руководителя ТО «Техноавиагрупп» за создание рабочих мест именно для мам, которые воспитывают инвалидов, которые сами инвалиды, люди с инвалидностью, и многодетные мамы. Поэтому мы надеемся, что наше сотрудничество будет долгим, успешным. Это уже не первый цех по производству масок, созданный при поддержке ТО «Техноавиагрупп». Месяц назад такой объект был открыт в областном центре по улице Шахворостово. Сейчас там работают 90 человек. Еще один имеется в моногороде Текели, где ежедневно трудятся порядка 70 человек. Дамира Нитов, Жаслан Шенкенжи, Телеканал ЖЦУ. Спасти и предотвратить. Десмотря на карантин, спасатели Алматинской области продолжают работать в привычном режиме. В этот раз сотрудники противопожарной службы объехали Талдыкурганские высотки, чтобы предупредить родителей о риске выпадения детей из окон. Дети могут выпасть из окна, если окно приоткрыто более чем на 12 сантиметров. Установите на окна блокираторы, не позволяющие надпись... Оксана Сергеева вместе с супругом воспитывает двух прекрасных деток. Семья живет на 11 этаже. Приближающееся лето вместе с характерной ей духотой вынуждают часто проветривать квартиру. Поскольку дети еще маленькие, есть риск выпадения из окон. Родители, прекрасно основывая всю серьезность ситуации, установили на окнах решетки. Теперь хозяйка спокойно занимается своими делами, зная, что дети в безопасности. Двое прекрасных деток, которых я очень сильно люблю. В целях их безопасности мы на окнах установили решетки. Они стоят не так много денег. Но сейчас я могу заниматься по дому всеми делами, которые нужны. Мои дети всегда в безопасности, и я об этом знаю. Поэтому убедительная просьба. Уважаемые родители, пожалуйста, установите решетки на окна в целях вашей безопасности и ваших деток. Спасатели напоминают, открытое окно может быть смертельно опасно для ребенка. Каждый год в мире от падений с высоты гибнут десятки тысяч детей. Эта статистика буквально кричит. На окнах должны быть решетки. Под запретом и выход на балкон без сопровождения родителей. Говорят спасатели. У каждого подъезда они расклеили листовки с правилами безопасности и рекомендациями на случай ЧАЭС. С летнего периода многие родители забывают о том, что открытое окно может быть смертельно опасно для ребенка. Выпадение детей из окон является основной из причин детского травматизма и смертельности. Поэтому в целях недопущения выпадения детей из окон в управлении по чрезвычайным ситуациям города Талдыкурган проводятся профилактические мероприятия в данном направлении. Также хотелось обратиться ко всем родителям. Будьте бдительны. Не оставляйте детей без присмотра. С начала года в регионе не зарегистрировано ни одного факта выпадания людей из окон. Однако это не повод расслабляться. Сотрудники ДЧС Алматинской области будут на постоянной основе проводить такие рейды. Ведь, как говорится, повторение – мать учения. Жительница Италии выиграла в лотерею картину Пабло Пикассо стоимостью в 1 миллион евро. Стакан абсента и кусок газеты «Натюрморт» 1921 года. В организованном акционном доме «Кристис» розыгрыши участвовали свыше 50 тысяч билетов. Каждый был куплен за 100 евро. Даже если картина будет висеть на стене в доме, риск, что ее украдут, невелик, говорят организаторы благотворительной лотереи. Картину видели миллионы людей, поэтому ни одному вору просто не удастся ее перепродать, считают они. Из собранных денег 900 тысяч евро получит предыдущий владелец. Остальная сумма пойдет благотворительным организациям, цель которых – обеспечить доступ населения Мадагаскара и Камеруна к качественной питьевой воде. По словам организаторов, счастливый билет был куплен еще в декабре и подарен победительнице лотереи. В штате Мичиган после нескольких суток проливных дождей частично прорваны плотины в Эденвилле и Санфорде. В округе Мидленд в срочном порядке были эвакуированы свыше 10 тысяч человек. Национальная метеослужба США оценила стихийное бедствие как угрожающее жизни. По словам губернатора Мичигана Гретчен Уитмер, такое наводнение случается примерно раз в 500 лет. Разумеется, оно оставит долго незаживающие раны. Федеральные власти, в свою очередь, заявили, что комиссия по регулированию в сфере энергетики США направит в район бедствия для наблюдения за ситуацией с плотинами инженеров и экспертов. Цель – поездки и помощь властям штата в установлении причины прорыва. Сезон в чемпионате Испании, который был прерван из-за пандемии коронавируса, будет возобнолен 12 июня, сообщает Daily Mail. Первым матчем после перерыва станет игра между Реал Бетисом и Севильей. Розыгрыш испанского первенства был прерван в середине марта. На данный момент сыграно 27 туров. С 58 очками лидирует Барселона, опережая мадридский Реал на 2 очка. На этом наш выпуск подошел к своему завершению. До следующей встречи в эфире телеканала ЖТСУ. И только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин